Девушки отдыхают 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 Это чей волос? Ты чё, мне изменяешь? Кошелёк, а не быстро! Поля, я тебя просил взять кошелёк со стола. Ты не просил меня брать, никакой кошелёк! Если ты мне говоришь, я тебя слушаю, это ты меня никогда не слушаешь. А я с ней живу, я попросил кошелёк, а с ключами в прошлый раз как было, а с ключами? Нормально было, ты ничего не просишь, ты говори что-то в тебя, ты да ладно? А когда ты с подругами своими разговариваешь по три часа, вот о чём, скажите мне, о чём можно говорить по три часа? Это нормально, что ты? Хорошо, хорошо, Полина, хорошо. Ну нет, Стас, я думаю, она права. Понял, понял! Кстати, кошелёк где? Там, понял, вот там. Блин, вот не надо, короче. Пошёл, что? Пошёл. Короче говоря, друга бросила девушка, пришла его утешать, сказала, что он отлично выглядит. Он стал плакать, решила его поддержать, стали плакать вместе, сказала, что надо заставить его бывшую ревновать. Положила руку, положила голову, пососались, сказала, выставляй, он сказал, что не фоткал. Я сказала, что он совсем охренел, пососались ещё раз. Выложили в инстаграм, друг стал рассказывать очень интересную историю их отношений. Проснулась, сказала, что надо её забыть, в итоге забыли, кто мы, решили погадать на любовь, друг проиграл. Сказала, что нужно вернуть все её подарки, решили, что не такие уж и гордые. Стали писать ей гадкую анонимку, поругались. Позвонил мой парень, сказал, что видел историю. Я сказала, что просто помогала другу. Короче говоря, нас с другом бросили. Привет, моя радость. А кто здесь такой сладенький лежит? Кто такой мой маленький? Иногда мне кажется, что я разговариваю с тобой как идиот. Кто это здесь делал? Вот кто это здесь делал? Кто плохая собака? Нельзя здесь это делать. Ну разве на тебя можно злиться? Я всё уберу. Ты спал мой маленький. А почему нос тёплый? Ты что, заболела? Написано, что у тебя синдром спящей форели. Камон, собаки не умеют пользоваться телефоном. А вот человек может воспользоваться приложением для быстрой и качественной ветеринарной консультации. И синдрома спящей форели вообще не существует. Короче говоря, нас позвали на вечеринку. Вечеринка начиналась в 8, ехать было всего часа. Значит, до вечеринки дофига времени. Я залипла в телефон, он в приставку. Время было 6. Я сказала, что уже пора собираться. Он сказал, чтобы в ванну шла первой. Я ответила, что сначала он. Спустя время попёрлись вместе. Я не могла краситься при такой влажности. Он сказал, что тогда надо было идти первой. Я сказала, что не надо было залипать в фифу. Поругались. Я психанула. Стала краситься на кухне. Он не выходил. Зашла в ванну. Он играл с уточкой. Ты издеваешься? Он сказал, что всё, под контролем, и мы везде успеваем. Стали одеваться. Он не мог выбрать футболку. Я сказала, что сама не знаю, что надеть. Муж собрался. Я сказала, что жирно, и мне нечего надеть. Началась истерика. Всё-таки оделась. Он вспомнил, что забыл отправить важное письмо. Я решила переодеться. Он сказал, что задолбался меня ждать. Я спросила, вызвал ли он такси. Он сказал, что думал, что я вызвала. Вызвали такси. Два. Я попросила его отменить. В результате отменили оба. Было уже восемь часов. Посмотрели, сколько ехать. Ехать было два часа. Мы не учли пробки. Короче говоря... Мы что-то неважно себя чувствуем. Мы не сможем прийти. Субтитры подогнал «Симон»